Всем привет! Загитова и Медведева разобрали по шоу и правильно сделали. Как вы думаете, фигуристы получат возможность отдохнуть после завершения командного чемпионата мира в Кукуоке 14 апреля? Как бы не так, у них как раз сейчас наступает горячая пора, многочисленные шоу, которые позволяют участникам заработать. Так что сезон у главных звезд фигурного катания, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, продолжается. Загитова и Медведева сначала вместе, потом в рост. Две героини, прошедшие с Айтами чемпионата мира, катались вместе в японской части шоу Stars on Ice 29-31 марта. Кстати, участие в этом шоу приняла и Елизавета Коктамышева, которая упала со всех попыток тройных акселей. Контракты на выступления были подписаны заранее, и поэтому две самых обсуждаемых второй год подряд российские фигуристки вновь сошлись на одном льду. Давно уже понятно, что нет между Загитовой и Медведев никакой личной вражды, но их интересы все же разные. Потому и на других шоу они вместе больше не появятся. Людей выступит Загитова только в проекте «Чемпионы на льду», презентация которого запланирована на 20-21 апреля в Краснодаре. Продюсером этого шоу является Этери Туберицы, который соберет на одном льду всю свою группу, включая Александру Трусову, Анну Щербакову, Алену Косторную и Елизабету Русунбаева, а также нескольких фигуристов сборной России в качестве специальных гостей. В последней информации, если в Краснодаре все пройдет успешно, то Туберицы привезет чемпионов в Москву и Санкт-Петербург. Медведев после завершения японской части Stars on Ice отправится в Сеул, где 19-21 апреля примет участие в шоу Ice Fantasy, которое впервые было проведено в прошедшем году. Продюсером является Брайан Орсер, а постановщиком, чемпионком мира 23-го в танцах на льду Ше Линбурн. Кроме того, в планах Медведева выступление в канадской части Stars on Ice, которое начнется 26 апреля в течение 20 дней, будет проходить в разных городах. Но вряд ли Евгения выступит по полной программе, отдыхать тоже нужно. Туберицы поделился юниорками с Авербуком. Безусловно, в предстоящем сезоне болельщики фигурного катания будут ждать, как на взрослом уровне проявят себя юниорки Туберицы. Но пока сезон еще продолжается, пусть и через шоу можно еще раз полюбоваться и клюшками, не только в шоу чемпионы на льду, но и раньше. Илья Авербук договорился об участии Трусовой и Щербаковой. В галоконцерте проекта «15 лет успеха» на льду Ложняхов 6-7 апреля соберутся многие действующие фигуристы сборной России. И со женщиной-одиночницей там точно будет чемпионка Европы Софья Самадурова. Гастрольный состав шоу Авербук будет меняться. В Казахстане, например, выступит Турсенбаном. Другие звезды мирового женского катания без внимания тоже не останутся. Победительница финала Гран-при и обладательница мирового рекорда в короткой программе японка Рика Кехира вместе с Медведев выступит на Ice Phantasia в Сеуле. Чемпионка США Али Салю и ее соотечественницы Бредди Пеннел и Мираи Нагасу заявлены в американский тур Stars on Ice 18 апреля по 18 мая. Кореанки Йенсу Лим и Дабин Чой выступят в начале июня в шоу олимпийской чемпионки 2010 года Юны Ким, которая и сама выйдет на лед. В одних шоу с Медведев в Корее и Канаде заявлена чемпионка мира 2018 года и бронзовый призер Олимпиады в Хичхане канадка Кэтлин Осман. За шоу никто не накажет. Сезон у девушек будет продолжаться, пока они не накатаются или пока тренер не остановит. Главное, если речь идет о действующих спортсменках. Не получите в шоу травмы и не сорвать подготовку к новому сезону. Международный сдают сканкобежцев. Сейчас относятся к выступлению спортсменов в шоу совсем не так, как раньше. Есть возможности, пусть зарабатывают, но еще несколько лет назад не было не так. Помните же скандал с Евгением Плющенко в 2010-м? Тогда российский фигурист, потерпев обидное поражение на Олимпиаде в Ванкубере, решил пропустить чемпион НАТО мира в Турине, мотивировав это травмы. Но на самом же деле участвовал в ледовых шоу в России и за рубежом. Тогда Айсо предупреждал Плющенко и ФФКР, что его участие в подобных спектаклях может привести к лишению статуса любителя и запрету на выступления на официальных стартах. Евгений на этот запрет попросту наплевал. Перестал быть любителем, но потом был восстановлен во всех правах. Еще раньше Айсо в отношении шоу было еще строже и даже к телевизионным проектам относился как к соревнованиям. Союз делал строгие предупреждения спортсменам, участвовавшим в ледниковом периоде и других подобных программах в России и других странах, мотивировав это наличие судейства и соревновательными моментами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.